Музыка Так, вчера, несмотря на то, что у нас еще даже декабрь не начался, но курьер сработал быстро, четко, оперативно, раззабыл вот такую вот монету, 10 рублей, серия субъектов Российской Федерации, Карачаево-Черкесская Республика, причем монеточка, как я уже сказал, несмотря на то, что вот Московский Монетный Двор выпустил ее не в этом году, не в 21, а в 22. Как бы у нас все празднования, события, когда была Карачаево-Черкесская автономия провозглашена, это было 12 января 1922 года, и вот как бы если монету щеканить в следующем году, то к юбилею можно, к столетию можно не успеть, поэтому монету напечатали в этом году, но с датой следующего года, так иногда бывает, вот к 75 лет победы тоже как бы монетка была, шла заранее выпущенная, вот как бы к событию, чтобы всем успело достаться, так скажем, и вот эта монета не исключение, постарался Московский Монетный Двор, вот такая вот, вот такая прелесть имеется, так, ну что ж, хотел похвастаться-похвастался, вот теперь как бы можно что ли какие-то анекдоты вспомнить, поскольку праздник все-таки, почему бы не вспомнить какие-то анекдоты, вот встречаются, например, два Карачаевца, Карачаевца, два друга, один говорит, ну наконец-то у меня появилась та, ради которой хочется жить, работать, ухаживать за ней, да, и как ее зовут? Приора. Едет Карачаевец на Запорожье, вырезается, как положено, в новенький БМВ, из него выпрыгают четыре абазина и говорят, ну все, мужик, тебе конец. Э, мужики, мужики, вас четверо, а я один, как же так? Это же нечестно. Ну, главный абазин подумал, говорит, Ауэс, иди за него, ну все, теперь давайте драться. Э, мужики, мужики, вас же трое, а нас двое, это так нечестно. Абазин подумал, говорит, Мухаммед, иди за них, ну все, начинаем драку. Подождите, подождите, вас двое, нас трое, опять нечестно. Главный абазин подумал, говорит, Карачаевцу, говорит, Слышь, мужик, ты отойди, мы сами разберемся. Поехал Карачаевец из Торезе в Америку, выиграл в лотаре очень много денег, зажил там богато, лет через пять соскучился по родине, пошел, сел в такси, говорит, в Торезе. Таксист говорит, в Техас? Нет, в Торезе. В Техас? Тогда Карачаевец застает чемодан с деньгами и показывает таксист, тот отвечает, вам как, через Кисловодск или Кичибалык? Купил Карачаевец новенький запорожец, поставил под окнами своего дома, наутро нет запорожца, купил еще один, наутро та же история. Купил третий, поставил под окнами с запиской, земляки, ну дайте хоть покататься. Наутро под окнами вместо запорожца стоит черная Волга с запиской, кататься катайся, а на отцу и не позорь. Останавливает Карачаевский гаишник машину, подходит к ней, сворачивает из бумажки кулечек конусом, просовывает водитель в окошко, а ну дыхни. Водитель бросает в кулечек 10 баксов. И гаишник смотрит, снова протяга, а ну еще дыхни. Водитель бросает 5 баксов, гаишник смотрит, багровит, а ну дыхни, как в первый раз. Вторая мировая война. Сидит немецкий снайпер в засаде. Навинтил глушак, оптику периодически выкрикает. Иван, из окопа высовывается Ваня. Чего? В ответ бабах. Ваня труп. Петро. Аюшки. Бабах. Петро за ним. В соседнем окопе сидит Карачаевец и причитает. Только не Шамиль, только не Шамиль. Потерпевший, узнаете ли вы человека, который угнал у вас машину? Ваша честь, после речи его адвоката, я вообще не уверен, что была ли у меня ваша машина. Ну вот, как бы, хотел похвастаться, похвастался. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok